Сегодня все наши игры с нашей группой, с экземами Старого Света, узконосами. И прежде чем будем смотреть, сегодня будет много всякого визуального материала, слайда, и один из них будет кусочек, так что передвижение лучше, конечно, в динамику смотреть. Сразу хочу сказать, обратите внимание в область. Обезьяны Старого Света, от которых, собственно, от этой ветки мы происходим, очень рано, больше 25 лет назад, делятся на две разные группы, которые будут называться мартышкообразная и человекообразная. Говорить, что какие-то высшие, какие-то низшие, но хотя термин высшие приматы, в общем-то, до сих пор используется, надо достаточно условно играть. В чем на самом деле, по-настоящему, разница между мартышкообразными и мартышкообразными? А вот в чем. Вот, смотри, сейчас покажу причину, к которой будут сводиться все отречения. Так, и отсутствие хвоста, и отсутствие седачных мозолей, и изменение формы черепа, и изменение динамики стада, и так далее. Значит, идея очень простая. Понятно, что вопросы стратегии питания для любого дверя относятся к группе важнейших вопросов. На самом деле, три группы важнейших вопросов. Стратегия питания, стратегия размножения и стратегия избегания хищников. Так, значит, ничего более важного, просто термин. И вот давайте посмотрим, посмотрим, какую ситуацию. Как мы в прошлый раз с вами разобрали, давайте понять, что делали. И с самого начала своего формирования, терминские, осваивают древесный ярус. Ствол дерева вверх, висит плотно. Значит, как с этим пищевым ресурсом работают мартышкообразные? Оловка, они ровно так же, как по земле, идут по дереву, по веткам древесным. Остается исходная для всех млевая четвероновая компонструкция. И по земле, и по веткам идем на четырех ногах, хватательные и стопы, и ладони. Так, при такой компоновке, при прыжке, какие конечности являются толчковыми? Задняя. Задняя. Какие конечности являются амортизационными для приземления? Передняя. Это изначально компоновка, это старая, хорошо параллельная схема. Догадайтесь двух раз. В рамках этой схемы, какие конечности сильнее и длиннее? Задняя. Задняя, разумеется. Значит, хорошо. Теперь, кто такие человекообразные? А человекообразные... Ровно та же самая стройца. Ветка плотная. Да? А вот человекообразные вдруг. Ресурс используем иначе. Движение не на четвереньках ховит вверх, а движение подвешиваясь вверх. Так? Хождение вот такое возможно, но при таком хождении всегда руки не на этой ветке будут, а где? На верхней. На верхней. Так? Значит, такой вариант компоновки приводит совершенно автоматически к появлению существенных отличий. Значит, у этой команды какие конечности длиннее и сильнее? Передняя. Передняя. Да? Задние конечности существенны, короче. Хорошо. Теперь. Ну, ладно. А как с дерева на дерево перед собой? Мартышкообразные прыгают, толкаясь с задними ногами. А человекообразные, захватив вверху, раскачиваются, отбрасывают рукой вверху назад, а вторую рукой вверху перед собой. Такой способ движения, если происходит отрыв от отбора, будет называться брахиация. Это мы все посмотрим. Брахиация. Такие прыжки полеты, серийные прыжки полеты, раскачиваются на руках. Лучшие брахиакторы в современном мире, это гиппоны. Самый крупный из них, сроснопалая, сиамангия. Таким образом делают прыжок метров до 10-12. То есть от меня, вот до этого угла аудитории, совершенно запросто. Так? Значит. Но дело в том, что масса у высших человекообразных, у горил, шимпанзе, орангутанов, особенно у самцов, может заваливать за 100 килограмм. Ну а теперь представьте себе, что такая зверюшка, так подвесившись, раскачивается и по инерции перелетает с ветки наверху. Во что превращается тропический лес? В корабельную рощу. В ветвей не остается. Вы себе представьте усилие, которое при таком врывке будет падать наверху. Поэтому крупная, по-настоящему крупная эйпа. Эйпа это человекообразная на английском. Перебегаются иначе. Они не летают, как гиппоны. Неплохо летает, кстати, молодежник шимпанзе. Они неплохие брохиатры. А вот взрослые уже тяжеловатые для брохиатры. И, разумеется, оранги. Конечно, не летают. Вот мы с вами динамин по орангах посмотрим. Они идут ногами по одной ветке, обязательно руками фиксируясь над собой. Такое сквозь движения называется груяцарь. Существенно, что при брохиатре и при куриатре, так какое положение занимает тело в пространстве? Позвоночник параллельно земле или нет? Нет. Вот у мартышкообразного. Позвоночник параллельно земле. Хорошо. А теперь у брохиатров, куриатров. А вы понимаете, что это, если не полностью вытянное, то полу выпрямленное положение. И в течение двух десятков миллионов лет оттачивается вот эта схема. Так? Значит, на самом деле, взять и встать на две ноги могут и мартышкообразные, повенка. Но длительно передвигаться в таком положении они не могут. Это и собака может, когда служат, встать на две ноги и кошка может. Но теперь представьте себе волка, который гуляет позже на двух ногах. Картинка из мультфильма. Они живой природы. А вот у этих грузей, в связи с их древесным, лесным способом движения, в течение миллионов лет идет эволюционная погонка скелета и динамики под полу-вертикальное положение тела. Идея понятна? Теперь, пресловутая бесхолстость. Значит, скажите, пожалуйста, зачем мартышкообразный хвост? Да. Чтобы утешить на хвост. Да, это балансир. На прошлой лекции мы с вами говорили, что хвататься хвостом умеет одна единственная группа обезьян. Обезьяны. Это кто? Не только паукообразные, но говорят, что ревунные тоже. Как называют группы? Американские. Американские широконосые обезьяны. Среди них есть обладатели хватательных хвостов. Среди обезьян старого света никаких хвостательных хвостов нет. Значит, хвостом они пользуются ровно так же, как белка или как крыса. Так, значит, крысы во время бега и прыжков очень активно используют хвост в качестве балансира для поддержания равновесия. Вот так используют эти ребята. Хорошо. Теперь представьте себе, что вы пришли в скутурный зал, повисли на турнике и пробуйте раскачаться. А в это время пришли ваши друзья, токмачи, и взяли булавкой, прикололи сзади вам к шортам вот такую связку сосисок. Скажите, эта связка будет помогать вам раскачиваться или мешать вам раскачиваться? Понятно, что в данном случае у вас смещение центра тяжести происходит вниз на нежесткой основе. А в результате вот такой дробный центр тяжести, впадающий в противопазу при раскачивании, будет резко снижать эффективность их реакции в архиации. Хвост в данном случае никакой не помощник, это активная помина. Значит, отсюда получаем важнейшее различие в строительстве скелетов. Во-первых, разные акценты на передние и задние конечности у мордышкообразных, у человекообразных, отсутствие хвоста у человекообразных. Есть еще важная такая штука, она для профессионалов важная, для остальных тут не особенная. Скажите, у кого-нибудь когда-нибудь хомяки или какие-нибудь другие грызуны дома были? Да. Что такое защищенные мешки, представляете себе? Да. Ага. Значит, у нас с вами щека кончается вот здесь. Да? А у некоторых бредов проход из ротовой полости идет дальше вдоль шеи. Обычно это пустые такие емкости, но если еды оказалось так много, что уже наелся, да? А еда больше не лезет, а она есть. Жалко потерять, они потом съедят. В этом случае идет загрузка как раз защечных мешков. Так вот, у мордышкообразных защечных мешков есть, у человекообразных защечных мешков нет. Это связано с разными стратегиями запасания еды. Дело в том, что социальности у человекообразных носят исключительно пластичный и очень богатый характер. И там к пищевым ресурсам относятся несколько иначе. Чем среди мордышкообразных. Ну вот такая ротная.